Валерий, здравствуйте! Как после вынесения вам штрафа настроение? Так, ваши требования? Руку и голову свечи. Нормально пошли. Банчика домой и фургава домой. Сергей Иванович, он сейчас смотрит на эту туз, я вот не знаю, правильно я скажу или неправильно, но это мое предложение, что он на эту детскую вакханалию. Когда мы по магазинам раскидываем баночки, бутылочки, собираем деньги по церквям. Так, вернулись все на исходные позиции. А вот сейчас сколько на это все вбухает, вот этих миллионов. Лучше бы детям помогли от таких неизлечимых болезней. Вас больше не преследуют полиции? Нет, полиция не преследует, но охраняют. Вот сейчас слева от меня стоят три полицейских. Охраняют. Я, ты, он, она. Вместе целая страна. Вместе дружная семья. Словим их сто тысяч. Я, ты, он, она. Вместе целая страна. Вас задерживают? Да. А в какой отдел? В каком-то допустим или чуть позже. Вступила информация, что Валерий Скрипальщиков остается в отделе до суда до завтра до 10 часов утра по хабаровскому времени. Ему передали теплые вещи и продукты. Признали виновным, штраф взыскали 20 тысяч рублей. Обязательно будем подавать жалобу. Суд прошел корректно. Судья нормальный мужик. Ну вот, ненормальное понятие, что такое сборно-разборная конструкция, легко усвояемая. То есть, получается, что под такую галиматью, как сборно-разборную, можно подвести зонтик. Я привез флаг, а он у меня на удочке. Это я вытащил удочку, меня снимают. Я ее выдвину, натянул флаг, вышел. Вот вам, пожалуйста, конструкция. Ну, в целом, конечно, видна непрерывная работа бюрократической мысли. То есть, у нас теперь все, что угодно можно считать дискредитацией вооруженных сил. Да, почти любую фразу. Все, что угодно можно считать быстровозводимой конструкцией. И особенно меня с зимы этого года забавляет, что все, что угодно можно считать митингом. В том числе, один случай, знаю, отмечали день рождения. Да, тоже признали. Признали публичным мероприятием в форме митинга. Будем это лечить доступными нам средствами. А из доступных нам средств остается только написание жалоб. Я не могу комментировать, что там у судей было в голове, почему он так решил сделать. Ну, хватило, видать. Первого суда, что было на первом суде, мне был первый штраф. И хватило на то, что он увидал на видеокамере, на диске записанном, как меня арестовывали. Хотя за 17 число ко мне подходили два полицейских молодых, мальчик с девочкой. Они мне сказали, да, что митинг не санкционированный, мы вас типа того запрещаем, прошу вас удалиться. Я объяснил, что такое митинг в одиночном пикете, согласования не надо. И что я стою в одном уровне. По статье, там что же, по быстровозводимой конструкции, разговора вообще не было. Если бы они меня предупредили и сказали, что есть такая-такая-то статья, 20.2, там седьмой пункт, там как один-один. Что это является возводимой конструкцией быстро. Я, может быть, и внял ихнему предупреждению. Я бы, то есть, уже 17 числа, я бы не стал уходить с этой конструкцией возводимой. Скажите, пожалуйста, к вам, когда подходили сотрудники полиции и требовали, так скажем, разойтись, как вы считаете, по вашему диалогу, они вообще сами представляли, в чем именно ваше нарушение? Ну, что, грубо говоря, это палочка сверху является... Не было никаких палочек, никаких шеек. Было только одно. Несогласованный митинг. А, не об этом так сказать? Да, вот только весь упор был на несогласованном митинге. Вы ночь провели в отделе полиции, правильно? Да. В полиции, да. Как ваше самочувствие? Очень хорошо, сейчас голова что-то болит, потряхивает. Там очень холодно. Что дальше? Я Мэй Сергей Фургал. Что дальше? Продолжение следует. Продолжение следует... П Are you Good! Продолжение следует. Продолжение следует...